Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. В студии Андрей Горгуленко я и мои коллеги расскажем главное в Самаре за неделю. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре идет подготовка к параду памяти. На площади Куйбышева состоялся финал регионального конкурса парадных расчетов образовательных учреждений. Понадобится сила воли, решительность и скорость реакции. С 25 октября по 8 ноября проходит осенний коридор затмений. Новое место для отдыха, игр и занятий спортом. В парке Молодежный завершился первый этап реконструкции. Там появились детские площадки, зоны для прогулок, велодорожки и арт-объекты. Территорию после обновления осмотрела глава города Елена Лапушкина. Какие работы выполнили и что предстоит сделать во время второго этапа благоустройства, расскажет Светлана Кудрявцева. 19 гектаров зеленой территории, а теперь еще и благоустроенные площадки для семейного отдыха. В Самаре завершился первый этап реконструкции парка «Молодежный». Обновленное пространство осмотрела глава города Елена Лапушкина. Парк в границах улиц Ставропольской, Воронежской, Нововокзальной и Тихого переулка открывали в 1976 году к 50-летнему юбилею создания Всесоюзной комсомольской организации. Тогда он получил название «Парк имени 50-летия ВЛКСМ». А в 1994 году был переименован в «Молодежный». Конечно, само название парка, парк «Молодежный» уже несет за собой определенную историю. Хочется, чтобы это было не просто прогулочная зона, а парк с жителями ближайших домов использовался для прогулок, место, где можно подышать свежим воздухом, погулять с детьми, встретиться с друзьями. Кроме этого, еще и насытиться дополнительными смыслами. Появились замечательные детские площадки. Парк очень серьезно озеленен. Да, безусловно, мы удалили аварийные деревья, мы удалили деревья, которые у нас нависали на детской площадке, но взамен этого высадили практически 2000 деревьев и кустарников. 4000 с лишним многолетних цветов. Поэтому по весне, конечно, этот парк заиграет новыми красками. Но сейчас прекрасно осенью. Я очень надеюсь, что жители его полюбят. Парк «Молодежный» благоустраивает по федеральной программе формирование комфортной городской среды и нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году основной фронт работ на участке со стороны улицы Нововокзальной. Было устроено плиточное мощение, выполнено автополив, заменено полностью освещение. Установлены мафы, малые архитектурные формы, арт-объекты, детские площадки, лавки, урны. Обустроено пространство, чтобы было удобно гулять семьями. Для старшего поколения у нас предусмотрены прогулочные дорожки, велодорожка, прогулочные дорожки из дерева, где можно просто погулять. Протяженность, построенной на первом этапе благоустройства парка велодорожки, почти километр. В дальнейшем дорожки будут закольцованы по всему парку. Изюминкой оформления стали арт-объекты в виде букв, которые рассредоточены по центральному бульвару и складываются в слово «молодежь». Буквы можно использовать для фото, однако на них нельзя лазить и сидеть. Тем более, что рядом построили большую детскую площадку в эко-стиле, поделенную на несколько зон для детей разного возраста. Около детских площадок появились два санузла. Также на территории парка предусмотрена площадка для фудкорта. Постоянно с внучкой гуляем, играем. У нас теперь новая площадка. Это вообще замечательно. Я очень рада и довольна. Еще бы озеро отремонтировали, было бы замечательно. Но я надеюсь, что это сделают. Восстановить естественное озеро должны уже в рамках второго этапа реконструкции парка в следующем году. Так решили сами жители. Парк «Молодежный» снова занял лидирующее место в рейтинговом голосовании за благоустройство общественных территорий. В следующем году жители тоже смогут принять участие в голосовании и выбрать те объекты, которые преобразятся уже в 2024 году. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Заслуженный строитель, почетный гражданин Самары, заботливый муж и любящий отец. Свой юбилей отметил Виталий Симонов, создателю Самарской филармонии, больниц Средавина и Пирогова, музея Ленина и знаменитого дома по проспекту Ленина-1 исполнилось 85. С днем рождения Виталия Алексеевича поздравили губернатор региона Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, власти города и сотрудники департамента опеки. С чего начинался путь одного из самых известных самарских строителей и за что его полюбили на Кубе, расскажет Ольга Павлова. В его трудовой книжке всего одна запись, и он по праву ей гордится. В легендарном 311, сотрудники которого строили заводы, самолеты, административные жилые здания, Виталий Симонов проработал более полувека. Его профессиональная карьера начиналась с города Вознесенск, куда он был направлен по окончанию вуза мастером строительного управления химкомбината. Но по семейным обстоятельствам Виталий Алексеевич вернулся в Самару, тогда еще Куйбышев. Здесь и началась большая история, подарившая столице региона – лучшие здания в плане архитектуры, настоящие символы областного центра. Мы оставили потрясающий след. Но самое главное, наше детище, я считаю, что это восстановленный из полных руин храм во имя святой, живоначальной Троицы. Он уже 27-й год работает. Мы поселились в Екатериновке в процессе строительства. Ее полюбили, естественно. В свой 85-й день рождения Виталий Симонов встречает в кругу близких людей и не устает благодарить судьбу за то, что его жизнь сложилась именно так. Создатели Самарской филармонии, больницы Редавина, Пирогова, помнят и любят даже на Кубе. Туда много лет назад заслуженного строителя направили работать по контракту, назначив заместителем главного инженера. Усилиями большой команды под его руководством в городе Сантьяго-де-Куба появился текстильный комбинат. Мас-Гранд это Америка-Латына, как говорили, с удовольствием, с гордостью, кувинцы. Ну а потом продолжалась работа в тресте. Поздравления с днем рождения. С очередным юбилеем сегодня летят со всех концов страны, где у Виталия Алексеевича есть друзья, коллеги, близкие. Телефон не умолкает. Среди пожеланий здоровья и творческих успехов особенный звонок от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Добрый день, конечно, Дмитрий Игоревич. Для меня это большая честь. Я очень доволен, что вы нашли время меня поздравить. Подарки юбиляру вручили от главы города Елены Лапушкиной, Городской думы, районной администрации и Департамента опеки. То, что вы совершили вместе с своей большой командой, от 311, это была самая большая команда, это дорогого стоит. У нас не было бы ни дошкольного образования, ни школ, ни дополнительного образования, если бы вот то рукотворное, что совершили строители в то время, мы сегодня этим благополучно пользуемся. Детский сад Русичи в Приволжском микрорайоне. Дом актера, дворец спорта, в котором выступал сам Высоцкий. 16-этажные жилые дома на улицах Коммунистическая, Дачная и проспекте Кирова, здание школы милиции в Кировском районе и даже знаменитый дом по проспекту Ленина-1, в котором, к слову, проживает сам юбиляр идеи выдающегося строителя Симонова. Он был построен для научно-технических работников ЦСКБ «Прогресс» в 1971 году в честь генерального конструктора завода Дмитрия Козлова. «Никогда не забуду, когда договорились по телефону с Козломом Дмитриевичем, что я вас посещил. Я понятия не имел, кто это такой Козлов. А вдруг меня предупредил, что это личность союзного и мирового значения». Об эпохе, подарившей городу лучшие здания архитектуры, Виталий Алексеевич вспоминает с большим теплом. Вместе с многоэтажными домами, которые строились для жителей областного центра, росли его дети, внуки, менялось время и город. Одно оставалось неизменным – делится почетный гражданин Самары, тяга к любимому делу и ощущение того, что трудился не впустую, а во благо развития области, города и страны. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Телеканал «Самара ГИС» получил специальный приз фестиваля «Герой нашего времени». Всего на фестивале было представлено 122 работы из 44 городов России. Жюри отметила выпуск программы «Обернитесь» Инессы Панченко, «Человек, который не родился». Эмоции записали наши корреспонденты. 122 работы из 44 городов России было представлено в этом году на Всероссийский конкурс «Герой нашего времени». Телеканал «Самара ГИС» получил специальный приз. Жюри отметила выпуск программы «Обернитесь» Инессы Панченко, «Человек, который не родился». В фокусе внимания престижного фестиваля – программы и фильмы, посвященные подлинным человеческим ценностям. Впервые конкурс прошел в 2007 году в Москве. С тех пор эстафету подхватили Тверь, Тула, Ростов-на-Дону, Уфа, Астрахань, Пенза, Санкт-Петербург. В этом году итоги подводили в Самаре. Огромное количество действительно настоящих профессионалов, очень сильных профессионалов. Вот честно покажу, в этот раз нет. Думала, ничего нам не достанется. Было очень неожиданно. Я пока шла к сцене, у меня просто ноги не шли. Программа Инессы Панченко «Обернитесь» – это уникальный проект, который рассказывает о том, как увидеть свет в конце тоннеля тем, у кого, казалось бы, уже нет выхода. Это истории людей, лишившихся в жизни всего, но сумевших начать жить с чистого листа. Выпуск, отмеченный в конкурсе, рассказывает о судьбе человека, дважды брошенного матерью. Он мог умереть, сесть в тюрьму, возненавидеть мир и начать мстить, но выбрал другой путь. Обратился к Богу и теперь помогает тем, кто живет в обители. Я что-то думаю, постою с ними, вот, тоже постоял, и стал тоже читать потихонечку вечерние с ними, в храм ходить стали. По словам автора программы Инесса Панченко, особенно ценно, что работа телеканала была отмечена в год его 15-летия. Это говорит о том, что самарагис движется в правильном направлении. Я очень рада, что мы эту награду выиграли именно в год 15-летия нашего телеканала. То есть телеканал делает нам подарок, дает возможность творчества, а мы, в свою очередь, можем ответить взаимностью и подарить вот такой подарок нашу награду телеканалу. Герои нашего времени – очень представительный телевизионный форум, в состав жюри которого входят люди, чьи имена известны не только кругу профессионалов, но и широкой публике. Фестиваль длился три дня. Участников ждали мастер-классы признанных мастеров жанра публицистической журналистики и режиссеров, встречи с известными продюсерами и кинокритиками, дискуссии на волнующие темы. Виктория Шарая, Ксения Баканова, Василий Колдашов. События. Всего несколько дней до памятной даты. 7 ноября этого года в столице региона пройдет ежегодный парад памяти. Его исторической основой стали ноябрьские события 41-го. Тогда в трех городах – Москве, Куйбышеве и Воронеже – прошли военные парады, призванные поднять боевой дух советских людей и продемонстрировать миру, готовность нашего народа биться с фашизмом до победы. В этом году вместе с парадом памяти, который по традиции пройдет на площади Куйбышева, Театр оперы и балета. 8 ноября откроется окружной патриотический форум Российского военно-исторического общества «История для будущего». Пока же в Самаре идет активная подготовка к главному событию ноября. На этой неделе самая большая площадь Европы приняла репетицию парада и смотр конкурс «Строя и песни». Подробности в репортаже Ольги Павловой. Ловко «Чеканец шаг» готовится к самому главному событию этого года – традиционному параду памяти. На самой большой площади Европы 14 парадных расчетов, собранных из лучших воспитанников кадетских школ и юнормейских отрядов. Сегодня они принимают участие в ежегодном смотр-конкурсе «Строя и песни». По его итогам лучший из них получит право пройти строевым шагом по площади Куйбышева 7 ноября. Во время того, как идет специальная военная операция, данный парад является демонстрацией. Демонстрацией мужества, чести, подготовленности наших кадетов и юнормейцев. Каждый юнормеец, который сегодня пройдет в расчете, понимает, что ровно 81 год назад именно по этой площади прошли боевые расчеты военных, которые проследовали прямиком на боевые сражения. Исторической основой парады памяти стали события 7 ноября 1941 года. Тогда в трех городах – Москве, Куйбышеве и Воронеже – прошли военные парады, призванные поднять дух советских людей и продемонстрировать миру готовность нашего народа биться с фашизмом до победы. Историческую реконструкцию памятного марша проводят в Самаре с 2011 года. В шествии принимают участие подразделения российской армии, ветеранские патриотические общественные организации, юнормейские отряды, кадетские классы, а также десятки единиц исторической техники, аналоги той, что демонстрировалось в марше 1941-го. В этом году за почетное право принять участие в шествии на площади Куйбышева боролись более 2000 человек – настоящих маленьких патриотов нашей страны. А вот по-твоему патриот – это кто? Это человек, который любит свою родину. И не важно, родину, дом. Родина, дом – это все одно. Мы любим свою родину, мы любим свой дом, мы любим свою улицу и место там, где мы родились. Поэтому патриоты. Сегодня, когда наши ребята сейчас находятся на полях сражения, вот этот смотр, конкурс, вот этих наших действительно патриотов нашей Родины – это очень важно, причем потому что мы должны, наша обязанность воспитать из наших ребят настоящих патриотов нашей Родины. Отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной, сохранить и приумножить традиции, развить патриотическое движение и еще раз напомнить о том, что никто не забыт. С учетом событий сегодняшнего дня, отмечают собравшиеся, особенно важно вспоминать не только о тех, кто ковал победу в тылу в далеком 41-45-м, но и о нынешних бойцах, настоящих героях, участниках специальной военной операции по защите и освобождению Донбасса. Между событиями прошлых лет и нынешних лет есть прямая связь. Мне кажется, что в Великую Отечественную войну события развивались точно так же, абсолютно так же. То есть были те, кто добровольцами шли на фронт, и я считаю, что тех ребят, которые сейчас выполняют свой долг, нужно поддерживать любыми способами, потому что гораздо проще переносить трудности, когда ты знаешь, что у тебя за спиной не трусы и предатели, а есть как бы такая поддержка. Уже через несколько дней на площади Койбышева соберутся более 7 тысяч человек и свыше 100 парадных расчетов. Начнется все с торжественного открытия мемориалов на здании Дома офицеров Самарского гарнизона имени Ворошилова. Продолжится торжественным возложением цветов, а в 12 часов по самарскому времени зрители ждет шествие на площади Койбышева. Также для самарцев и гостей города будут работать тематические, исторические, выставочные и музейные площадки. Впрочем, на этом памятные мероприятия не завершатся. Уже 8 ноября столица региона встретит окружной патриотический форум Российского военно-исторического общества «История для будущего», который пройдет в Театре оперы и балета. В нем примут участие известные писатели, историки, обозреватели, военкоры и блогеры. Ольга Павлова, Максим Гусев. События. После полного обновления пять вагонов муниципального предприятия «Самарский метрополитен» доставлены в региональную столицу. Напомним, минувшим летом для производства капитального ремонта подвижной состав был направлен в Санкт-Петербург, где специалистами завода «Метровагон МАШ» выполнены все необходимые работы. Это позволяет продлить срок эксплуатации вагонов еще на 15 лет. В электродепо «Кировская» встречала наша съемочная группа, которая узнала обо всех нюансах преображения транспорта самарской подземки. Эти вагоны служили верой и правдой почти с момента открытия самарского метрополитена, но у всего есть свой срок годности. Однако, в случае с подвижным составом, период эксплуатации можно продлить. Для этого прошедшим летом старые вагоны отправили в Санкт-Петербург на капитальный ремонт, который производился в заводских условиях. Спустя почти 4 месяца транспорт вернулся. Новые колесные пары, тележки, ходовая, пневматика. Полностью обновлен салон. Он с новыми сидениями, яркими светодиодными светильниками, специально отведенными местами для маломобильных граждан, установленными системами видеонаблюдения и пожаротушения. Также для повышения уровня безопасности в межвагонных пространствах установлены предохранительные устройства, перегородки для исключения вероятности падения пассажиров между вагонами состава. Эти и другие работы в рамках капитального ремонта, согласно заключенным контрактам, производятся на протяжении нескольких лет. Новый подвижной состав постепенно вытесняет устаревший. Претерпел изменения внешний вид транспорта. Именно такими в Самару после капитального ремонта возвращаются вагоны метро, готовые выйти на линию уже в скором времени. Но сначала необходимая подготовка и обкатка. На пуск-наладку приблизительно мы отводим себе две недели. Дальше произойдет уже обкатка подвижного состава. Если все хорошо произойдет, то, значит, будем ориентироваться, что через три недели состав выйдет для работы на линии. Как правило, обкатка проходит в ночное время, чтобы не мешать движению других поездов, когда метрополитен открыт для пассажиров. Обкатка позволяет выявить недочеты и отработать замечания. И только после этого состав направляется для совершения регулярных рейсов по ветке. Стоит также отметить, что вагоны перемещались до завода и обратно своим ходом, на своих осях и колесных парах, с помощью локомотивной тяги. Специалисты поясняют, ширина железнодорожной рельсовой колеи идентична ширине колеи метрополитена. Обновляют вагоны благодаря государственной программе развития транспортной системы Самарской области на 2014-2025 годы, а именно ее под программой развития пассажирского транспорта в Самарской области. В целом с 2020 по 2022 годы обновили и модернизировали 26 вагонов. С таким результатом город отметит предстоящий юбилей 35-летия Самарского метрополитена, самого экологичного и скоростного вида общественного транспорта. Есть вагоны, которые прошли капремонт, есть и новые, которые муниципальное предприятие получило в позапрошлом году. Действительно радостное событие, что уже в Самаре находятся пять практически новых вагонов метро, и на сегодняшний момент из 50 вагонов, которые в Самарском метрополитене отремонтировано более половины. И, конечно, к открытию станции метро мы планируем обновить практически весь подвижной состав Самарского метро. После ввода в эксплуатацию станции театральный интервал движения по ветке сократится до 7-8 минут за счет увеличения выпуска электропоездов на линию. Сейчас одновременно выводят пять поездов, каждый сформирован из четырех вагонов. Попеременно включаются в работу и другие поезда. В графике обязательно учитывается необходимость техобслуживания, текущего ремонта, прохождение ТО, санитарного содержания подвижного состава и так далее. Благодаря программе капитального ремонта обновление вагонов Самарского метро продолжится и в будущем. Как отметили специалисты профильного предприятия, чтобы полностью отремонтировать подвижной состав действующего парка, понадобится еще около двух лет. В следующем году планируют обновить порядка десяти вагонов. Почти столько же на ремонт в северную столицу страны отправят еще через год. Сотрудники метрополитена просят граждан не оставлять после поезда к мусор, не портить внутренние поверхности и кузова вагонов и в целом бережно относиться к подвижному составу. Андрей Горгуленко, Михаил Ермоленко, Сергей Баскин, Николай Сидоров, Василий Калдашов. События. Более 18 тысяч экспонатов, 4 зала и все о животном мире. В Зоологическом музее социально-педагогического университета сотрудники провели специальную экскурсию для детей из семей мобилизованных самарцев. Юным школьникам рассказывали интересные факты о животных, а в конце ребят ждали приятные сюрпризы. Мастер-класс и сладкие подарки. В следующем сюжете подробнее. Любознательности семилетнего Андрея Житкова можно только позавидовать. Ученик первого класса знает, кто проживает на южном и северном полюсах, почему белый медведь никогда не встретится с пингвином и сколько лап у пауков. Андрей говорит, что все это благодаря разным передачам и книгам о животных. Зоологический музей социально-педагогического университета один из старейших в Самаре. Он насчитывает более 18 тысяч экспонатов. Здесь и полноразмерные чучелы животных, насекомые, рептилии и рыбы. Есть и очень редкие экспонаты, например, этих ехидную и броненосца. Купцы Шахабаловы, жившие в 19-м, начале 20-го века в Самаре, привезли из путешествия. Сотрудники музея часто проводят экскурсии для школьников. Гостями одной из них стали дети из семьи мобилизованных, ученики начальных классов самарских школ, с которыми вуз активно сотрудничает. Как отметили сотрудники университета, такая легкая и интересная прогулка по экспозициям, отличная возможность отвлечь ребят и помочь им провести досуг с пользой. Наверняка впечатления, которые они здесь получат, они кем-то поделятся обязательно. Во-первых, со своими близкими, потому что это эмоциональная воздействие, которую они получают здесь. Естественно, это запомнится на долгие годы. Надеюсь, что они напишут папам хорошие письма. Экскурсию в зоологическом музее для юных школьников провели преподаватели учебного заведения, члены профсоюзной организации работников социально-педагогического университета. Этот опыт в новинку, но абсолютно точно продолжится и дальше, отметила Светлана Бакульна, исполняющая обязанности ректора вуза. В первую очередь сейчас важна психологическая комфортность семей, для того, чтобы была возможность куда-то прийти, что-то пообсуждать. Видите, пришли вроде ребята из начальных классов, а с ними маленькие братья и сестры. Это тоже очень хорошо, когда семья может вместе куда-то собраться. В заключении встречи школьников ждал увлекательный мастер-класс и сладкие подарки. Андрей Горгуленко, Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. С 25 октября начался коридор солнечных затмений, который завершится 8 ноября затмением Луны. Как самарцы реагируют на это редкое явление и что советуют астрологи? В репортаже Светланы Тимофеевой. Не устраиваться на новую работу и не начинать новых отношений. Такие советы дают астрологи в период коридора солнечных затмений, который начался 25 октября. Снижена внимательность, концентрация и так или иначе люди могут принимать какие-то импульсивные решения, которые в дальнейшем в каком-то смысле негативно могут повлиять на их судьбу. Но с другой стороны, время коридора затмений – это хороший период для завершения каких-то процессов. В России частное солнечное затмение можно увидеть на территории от Калининграда до Красноярска. Оно будет неполным. Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию, и спутник нашей планеты отбросит на Землю полутень. Люди по-разному относятся к этому явлению. Солнечные затмения на себе никак не ощущаю. В порядке себя чувствую. Тоже слышала, читала, что ожидать солнечные затмения, но не ощущаю на себе. Я слышала, что сейчас начнется коридор затмений, но на себе не ощущаю. Солнечные затмения я на себе не ощущаю. Мне хорошо, прекрасно. Возможно, в настроении какие-то изменения все-таки есть. Так более чувствительные. Что-то раздражает, наверное, больше. Бублик, ты знаешь какие-нибудь приметы, связанные с солнечным затмением? Нет? Никаких? Есть какие-нибудь идеи, что бы ты мог рассказать про это? Тоже не знаешь. Видите, ни я, ни он не знаем. Коридоры затмений – это череда лунных и солнечных затмений подряд за короткий период времени. Считается, что он влияет на разные сферы жизни. Классический вариант – спокойно прожить этот коридор затмений, наблюдать за своим эмоциональным состоянием, за своей психикой. Если неустойчивое настроение, то лучше обращаться к психологу, потому что это самое лучшее время для работы с психотерапевтом. Очень глубоко идет весь процесс. К сожалению, пасмурная погода, которая установилась в областном центре в день солнечного затмения, не позволила самарцам увидеть редкое природное явление. Продлится коридор солнечных затмений до 8 ноября и завершится затмением Луны. Светлана Тимофеева, Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Продолжайте следить за новостями.